Может ли монашествующий, живущий в миру, спастись без духовного руководства? Поклоны по немощи не делаю, молюсь сидя. Спастись везде можно. Ведь суть монашества не только в том, чтобы одеть на себя одежды, соответствующие монашескому чину, или вскрыться за монастырскими стенами в келье, хотя это очень важно, монастырь, келья. Но современный мир такой, что особенно в советское время не было монастырей, и люди жили сами. А вот жить без руководства нельзя. Друзья, если нет рядом какого-то опытного духовника, все равно где-то есть священник, опытный, может быть, в духовной жизни, нравственно хороший, с которым можно советоваться. Но, конечно, самый лучший путеводитель духовной жизни – это Евангелие и святые отцы. Если вы монашествующие, возьмите себя за правило изучать святых отцов, близких к нам – Игнатия Бринчанинова, Феофана Затворника, старцев оптинских. И пусть они за неимением поблизости старца, духовного руководителя, будут вашими советчиками и духовными наставниками. Не ошибетесь.